Итак, собственники жилья теперь сами собирают средства на капитально-ремонт своих домов. Законодатель предложил копить деньги несколькими способами. На общем счете регионального оператора по принципу общего котла. Такой вариант выбрали большинство котлашан. На специальном счете регионального оператора на свой конкретный дом копить средства будут единицы. Дома, в которых есть сильные ТСЖ или советы домов. Третий, самый непопулярный способ – специальный счет дома, не у регионального оператора, а в банке. По факту, на сегодня собственники более 700 домов котлоса переводят деньги на счет регионального оператора в общий котел. Они первыми получили вот такие квитанции. Размер платы по взносам утвержден субъектом Российской Федерации, то есть правительством Архангельской области, в размере 6 рублей 10 копеек за метр квадратный. В 2014 году, в 2015 году 6 рублей 37 копеек. Сейчас идут квитанции только за ноябрь месяц. Они пришли немножко с опозданием, потому что в декабре месяц квитанции планировали выпустить, но был сбой в программе, поэтому у фонда капитального ремонта это не очень сильно получилось. Оплатить квитанцию можно через почту России или в отделениях Сбербанка. Одно но – в обоих случаях придется оплатить комиссию. На почте 15 рублей, в кассе Сбербанка чуть больше 1% от суммы, но не менее 15 рублей. Выгоднее всего платить в Сбербанковском терминале. Там дополнительный сбор составит 1,2%. То есть, если в вашем квитке за капремонт стоит сумма 300 рублей, комиссионный сбор будет около 4 рублей. За эти квитанции нужно оплатить обязательно, потому что, если собственники не будут оплачивать данный счет квитанции, то к ним будут применяться меры в соответствии с законодательством подозыскания в судебном порядке. В домах, выбравших специальный счет у регионального оператора, таких в Котласе 36, нужно срочно выбрать уполномоченное лицо, которое получит в электронном виде квитанции от регионального оператора, распечатает их, разнесет по почтовым ящикам, в дальнейшем будет вести работу с неплательщиками. Жители 18-ти многоэтажек города решили аккумулировать деньги на спецсчете в банке, а потому даже начисления они должны делать самостоятельно. Нанимателей жилья квитанции не получат вообще, за них отчисление фонд капремонтов будет делать муниципальный бюджет. Многих собственников, которым уже поступили квитанции, насторожило, что в качестве кредитной организации, в которой будет формироваться фонд капремонтов, выбран банк не нашей области, а Санкт-Петербурга. По этому вопросу я обращалась вчера в фонд капитального ремонта. Нам приснили, что они проводили отбор кредитной организации. В конкурсе было 4 репетендента, и самым участником конкурса был признан ОАО «Газпромбанк». В январе пришла квитанция с опозданием за ноябрь, но в будущем ситуация выровняется. Правда, для этого вполне возможно в каком-нибудь из квитков будет сумма сразу за 2 месяца. Если вы имеете льготы за содержание и текущий ремонт жилья, на данный платеж они тоже распространяются. А вообще вся полезная информация по данному вопросу отражена в самой квитанции, в том числе и номер горячей линии фонда капитальных ремонтов Архангельской области, по которому можно задать все интересующие вас вопросы. Также консультацию можно получить в Котловском информационно-расчетном центре по адресу Орженикидзе, 30. Начнутся капитальные ремонты в многоквартирных домах нашего города уже этим летом. Сейчас идет доработка краткосрочного плана, где будут отражены адреса. Утвердят документ в апреле. Продолжение следует...